ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он работал обычным преподавателем черчения в Московском техническом университете имени Баумана и одновременно снимался в кино. Причем не стоя скромно в массовке, а выполняя на съемочной площадке сложные и зачастую смертельно опасные трюки. У Олега Савосина не было ни актерского образования, ни далеко идущих творческих планов. Но его фильмографии могли бы позавидовать многие известные актеры советского и российского кинематографа. Это были яркие роли и запоминающиеся эпизоды. Олег Савосин появился на свет в Москве в 1927 году. В детстве, как и все его ровесники, он носился по улицам, прыгал с крыш и стрелял из рогаток. Одна такая бандитская пуля попала ему в глаз и повредила его. Если бы не этот случайный эпизод, возможно, в кино ему не предлагали бы роли суровых парней, злодеев и негодяев. Слегка косивший глаз придавал лицу Савосина колоритное выражение, на которое зритель не мог не обратить внимания. Но при внешней суровости было очевидно, что это всего лишь образ. В жизни Олег Иванович был улыбчивым, добрым и отзывчивым человеком. Так говорили о нем коллеги по кино, студенты и соседи по дому. В юности, чтобы мальчик попусту не растрачивал свою энергию, родители отдали Олега в спорт. Хорошая физическая подготовка также пригодилась ему в кино. Все герои Савосина – сильные, мускулистые и фактурные персонажи. Наших бьют! Не будет привлечением сказать, что с Олега Савосина началось российское трюковое кино. В квартире его друга, актера и режиссера Льва Кочаряна в Большом каретном переулке собирались многие представители культурной Москвы 60-х и 70-х годов. Там Савосин познакомился и подружился с Владимиром Высоцким. Благодаря этому знакомству он попал в фильм «Место встречи изменить нельзя». Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как. Все детали. Нет, такого уговора не было. Я Фоксу обещал вас найти и все обсказать, как надо. А чтобы с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься, я не х... У тебя мусор. Никто не спрашивает. Лезь в машину. Да вы чё? Вы чё? Мужики! Ну что вы натурите? Мужики! Одну из самых заметных ролей в картине, бандита Тягунова, сыграл Олег Иванович. Также Кочарян позвался Восина поработать в фильме «Неуловимые мстители», съемки которого запустил Эдмон Кесоян. Ну пей, грешник. Привыкай к трапезе нашей. Эй, поскрёбыш, а кроме гитары у тебя в руках ничего не держат. Играя в картине, Олег Иванович сам выполнял все трюки на лошадях. Спортивный и ловкий парень попал в поле зрения режиссёров. Олег Савосин был настоящим советским каскадёром. Этот термин в советском кино обозначал человека, который ради идеи и творческого замысла может совершить невозможное, причём без страховки. На съёмках картины «Лес» Владимира Мотыляса в осень сорвался с балкона и сильно разбился. В сельской больнице помочь актёру не могли, и по настоянию актрисы Людмилы Цирюковской каскадёра повезли в Москву, в институт Склифосовского. Через два месяца в гипсе Олег продолжил съёмки. Опасную работу пришлось завершить после фильма «Пять минут страха», на съёмках которого во время прыжка с крыши актёр сломал обе ноги. Но на этом работа в кино для него не закончилась. Более ста эпизодических ролей сыграл за свою жизнь скромный преподаватель технического рисунка Олег Савосин. Последние годы перед своим уходом Олег Иванович много болел. Возраст и старые травмы давали о себе знать. Актёр ушёл из жизни в мае 2008 года. Один из поклонников Олега Савосина написал о нём. «Уникальный человек, и каскадёр, и артист, и педагог с математическим мышлением. Он всё успевал, и успел многое. Восхищаюсь и преклоняюсь. Вечная память». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.